Вот здесь вы въехали с этой стороны, проехали по цветной стороне, объехали комплекс и въехали во внутренний дворик. Здесь будет только временная ресепшн, то есть вот на, вы видите, зубы позади вас, да. Вот, и официальный вход будет с этой стороны, естественно. Серым у нас отмечено здание, которое построено красным, это то, что будет достраиваться, то есть буквально там в ближайшее время начнется уже строительство вот этих зданий и сооружений. А что будет сооружение? Здесь у нас офисное здание, планируется построить гостиничный комплекс и дальше там строительство, отдел строительства декораций и склады хранения. Идею в создании киностудии определяли место и, собственно, потратили на это достаточно большое время. Пришли к выводу, что лучше, чем вот здесь на земле Красногорского района, на Новой Риге, лучше место для современной киностудии, которая подходила бы не только для производства российского современного кино, но, так сказать, для киностудий, куда можно было бы приглашать и западных, собственно, кинопроизводителей и телепроизводителей, места лучше нет. Потому что это самое комфортное с точки зрения транспортной доступности направления точно, это самое комфортное с точки зрения вот такого сложившегося эмоционального, психологического климата место тоже, безусловно. Оно точно относится к категории таких вот таких вот очень высокого уровня поселений здесь вокруг, собственно, достаточно состоятельные люди живут. И эта традиция делает киностудии в районах, которые, так сказать, по уровню жизни, ну, собственно, наверное, выше, чем какая-то окружающая инфраструктура, чем окружающие, так сказать, окружающие какие-то места обитания, что называется. Вот Голливуд также и строили, собственно, и во многих странах, я знаю, что киностудии располагают тоже по такому принципу. Причина простая, кинопроизводители, актеры, те, кто задействованы в кино, проводя на студии долгие недели, пока снимается фильм, они, в общем, хотят находиться в каких-то достаточно комфортных, правильных условиях. Вот Красногорский район, поэтому, так сказать, был без альтернативы для нас. Это тоже касается выбора места. Ну, и произошло все это очень для нас просто. Мы знакомы были, так сказать, и Федор Бондарчук, который, собственно, был инициатором, есть, является инициатором этого проекта. И я, мы знакомы были с Николаем Александровичем Светковым, одним из крупнейших землевладельцев в Московской области. К нему и пришли с этим простым вопросом, так сказать, хотим строить студию, нужен кусок земли. И, конечно, мы ему очень признательны, что он согласился с нами сотрудничать, у проекта достаточно внятно четко сформулированный, так сказать, четко сформулированный бизнес-план. И мы, в общем, приглашали его не просто там, так сказать, поучаствовать в каком-то меценатском таком проекте, а в вполне конкретном бизнесе. Но при этом, так сказать, доходность бизнеса, она очень невысокая. Мы, так сказать, сейчас, построив первый этап на кредитные деньги, рассчитываем их отдать только через 10 лет. Поэтому Светков, когда он согласился отдать нам кусок своей земли, так сказать, вот в такой вот долгий, с точки зрения возврата денег, проект, конечно, тоже, так сказать, сделал очень большое дело. Так что Николаю Александровичу отдельное просто большое спасибо на старте, вот без его поддержки, без этого решения о земле и без поддержки еще организационной тоже ничего бы не было. Потому что не было еще студии, так сказать, а мы уже, так сказать, занимались получением кредита от банка и так далее. Мы опирались вот на его структуру, на Уралсимус. Вот. И чуть позже к нам присоединился, кстати, Львович Эрнст. Очень рассчитываем, что, так сказать, загрузки этого большого комплекса, крупнейшего в России, мы больше масс-фильмом, значительно по съемочным площадям, ведь одного из крупнейших в Восточной Европе, так сказать, первый канал, так сказать, ну, даже скорее личный Эрнст будет иметь отношение, потому что первый канал – это структура, там, ну, с госучастием, с разными акционерами, там разные могут быть интересы. А, кстати, Львович просто и кинопродюсер, и, так сказать, много чего делает сам, поэтому хотелось бы, чтобы, так сказать, здесь производились программы и, так сказать, проекты, которыми он занимается. Это было бы, наверное, здорово. И, собственно, здорово, что он, так же, как и Федор, своим именем, своей репутацией подтверждает, что это дело достаточно серьезное. Поверьте, вот это важно, потому что построить пол, сделать, так сказать, сделать так, чтобы киностудия зажила, чтобы сюда стали приходить люди, соответственно, чтобы они поверили в то, что это правда киностудия, а не просто там набор корпусов, цехов, цехов, павильонов для съемок. Это важно, и, собственно, достигается это тем, что вот такие люди, как Федор Эрнст, кстати, Львович вручаются фактически своим именем, что это, так сказать, да, действительно, такой долгий, серьезный бизнес, который, так сказать, завтра не исчезнет, будет расти, развиваться. Изначально был план строить киностудию цифровую, не на пленочной технологии. Это связано с тем, что во всем мире цифра, так сказать, завоевывает новые позиции, становятся крепче и крепче уже, так сказать, далеко за половину мирового кино снимается на цифру, процентов 70, я думаю, так сказать, если не больше, сложно это померить, но, так сказать, есть там какого-то рода измерения на эту тему. И цифра эта растет, так сказать, в России много кино снимается на цифру, так сказать, думаю, что в ближайшие годы будут сниматься еще больше. Поэтому мы не ориентируемся на пленку, так сказать, которая очень дорогая, очень сложная в производстве, ориентироваться сразу на, так сказать, на завтрашний день, на цифровые съемочные и на технологии съемочные и технологии постпродакшна. Значит, на главкино можно снимать в 3D. Более того, можно, так сказать, работать в 3D во всем, вот, так сказать, на протяжении всего технологического процесса, вплоть до либо архивирования, так сказать, снятого материала уже в виде готовой продукции, либо, так сказать, до отправки его по оптоволокну, так сказать, куда-то, соответственно, в Останкино или куда угодно. Вот можно прямые эфиры с Америки осуществлять отсюда, потому что мы проложили оптоволоконную линию до ближайших транспунктов, дальше, так сказать, формируется, так сказать, трасса прохождения сигнала, и ты можешь, так сказать, в режиме реального времени передавать сигнал, так сказать, фактически любым потоком, так сказать, в любую точку. До самого последнего момента уже, так сказать, завершая стройку, не заказывали технологическое оборудование свое для того, чтобы заказать самое последнее и чтобы, так сказать, действительно соответствовать самым высоким сегодняшним стандартам. Значит, трехтысячный павильон, вот этот вот, в котором сейчас строятся декорации ВКТРК, откуда будут идти прямые эфиры, он в самой большой в Восточной Европе. Это, так сказать, дает ряд возможностей, которые принципиально важны для телевидения и могут быть очень интересно использованы и в кинопроизводстве. В кино принято вообще, так сказать, какие-то большие пространства, так сказать, рисовать, это, так сказать, такая общая практика, а декорационно строить тот минимально необходимый вот сет, который окружает актеров. Бывают и другие совершенно подходы, и бывают другие случаи, когда, не знаю, у тебя должен пролететь паровоз, при том его снять можно только если он реально нарисованный, например. Вот здесь, так сказать, есть возможность обеспечить и движение этого паровоза, потому что есть пространство, и подвесить его, потому что, так сказать, водонесущие нагрузки потолка гигантские, так сказать, это, наверное, одно из главных преимуществ. Снимая в 3D, мы, так сказать, через цифровой тракт эту 3D-картинку доставляем до аппаратных, аппаратная записи сигнала, инженерная аппаратная, в которой 3D-картинку можно очень здорово, так сказать, настраивать по массе параметров. Это важно, потому что вот обычная телевизионная картинка, она не поддается фактически коррекции в режиме реального времени, так сказать, картинка, которую мы будем снимать, мало того, что трехмерная, с гигантским цифровым потоком, она еще и позволяет через вот эти вот опции, так сказать, самые современные на сегодняшний день инженерные аппараты, ее можно, так сказать, корректировать очень здорово. Это, так сказать, ну вот такая фантастическая, правда, опция. При этом у нас сохранилась, к счастью, не уничтожена за вот эти вот последние 20 лет, субкультура российского кино, ставшего преемником советского кино. И, так сказать, просто сейчас и качество фильмов, и их количество, и способы их продвижения, не очень конкурентоспособные по сравнению с заповедными фильмами, они, так сказать, не соответствуют тому, что нужно делать сегодня. Вот, собственно, собираемся эту ситуацию всячески поправлять, начали, так сказать, с фундамента. Вот домик этот, связанный с кинопроизводством, начали, так сказать, строить буквально от фундамента, от самой шмейной спички, так сказать, вот съемочных технологий. Параллельно, так же, будем в фильме снимать, вот первый проект, август 8-го, вышел в феврале 2012 года, пока является лидером текущего киногода по сборам, собрав, там, практически 12 миллионов долларов. Хотелось больше, но, опять-таки, вот вся текущая ситуация, она влияет на каждый конкретный проект.